Наталья Шубина до этого момента 15 лет прожила в бараке. Шутит, в этом доме не квартира, а подарок судьбы. Одна комнатка, ванна, туалет, газовая плита в подарок. Все очень хорошо. Хорошие обои, потолки, все. Никаких претензий у нас нет. Мы очень благодарны правительству за программу, нашему губернатору и нашему руководству администрации нашей, Лавокину Сергею Николаевичу. Они очень внимательные люди, у нас просто нет слов. Мы очень рады и вот искренне, я не могу передать, плачу от радости. Такой счастливый момент. В доме 36 квартир. Пока ключи вручили 18. Говорят, знакомиться не надо. По программе расселены два ветхих дома, что стояли в центре локтя. Все друг друга знают. Обещают смотреть за порядком, чистотой и помогать трём молодым новосёлам из категории дети-сироты. Павел Александрович. Павел Гордеев теперь один из жильцов дома по улице Северной 4. На очереди стоял несколько лет. Выпускники детских домов и школ-интернатов у Александра Богомаза в приоритете. Судьба обошла, говорит, а мы обязаны помочь в трудной ситуации. У них за спиной есть мощное и сильное государство. И только в этом году дети-сироты всего по области получат 270 квартир. Мы каждый год наращиваем темпы, но не только наращиваем темпы, но и поставлена задача, чтобы квартиры были, это новое, в крайнем случае, там, где их нет, то только на вторичном жилье и только в городах. Елена Анисина пригласила гостей в квартиру. Светло, говорит, из окна вид такой, что картин не надо, пейзаж, все коммуникации, плита, отопление, но отлично. Здорово, я, всего хорошего. Удачи вам. Спасибо большое. А в этом доме по соседству поселится уже 15 ребят из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Новоселье тут намечено на следующий год. Мария Сергеенко, Иван Зюрев, События, Брасовский район.